Некоторые санатории в России выглядят так, как будто Ленин до сих пор действительно жив. Директор санатория Надежды в аппарате. Да, конечно, я знаю Цицукевича. Нет, он не может пойти на женские процедуры. Хотя бы уже потому, что он мужчина. И что? И что? И не важно, что он согласен потерпеть. Главное, что женщины не согласны потерпеть Цицукевича на женских процедурах. Да, передайте, что с такими мыслями пусть идет на грязи. Лен Давидович, вы таки решили нас покинуть? Нет. Слава Богу, я уезжаю из вашего санатория живым. А что, вам действительно так не понравилось? А вот сейчас я загляну в счет и пойму, насколько именно мне у вас не понравилось. Нет, Давидович, вы знаете порядок. Вот книга отзывов. Сначала пишите положительный отзыв, потом смотрите счет. Всегда бы хотел вас спросить, почему именно в таком порядке? Ну, потому что нам важнее мнение довольного человека. Ура, я вас разочарую. Вы не получите мнение здорового человека, потому что я везу свой артрит обратно домой. Да вы что, и почему же такое вышло? Потому что вместо артрита, ведь две недели лечили меня от гастрита. Подождите, вы же не везете домой гастрит? О, нет. Значит, с лечением все было в порядке. Но, слава Богу, артрит никак не влияет на зрение, поэтому вот, глядите в ваш счет. Ой, вы знаете, по-моему, это не мой счет. Ну, почему же вы сделали такой вывод? Потому что по этой бумажке здесь явно кто-то был при смерти. Лев Давидович, гастрит не дешевое удовольствие, тем более, когда его нужно найти. Что это вообще за расценки на здоровье? Вы знаете, мне рассказывала мама, что я пришел в этот мир здоровым, и никто не просил у меня за это деньги. Лев Давидович, вот что я вам скажу. Вы не переживайте, в итоге в вашей жизни будет все, как в нашем санатории. Вы же все расплатитесь, когда будете отъезжать. Директор санатория «Золотой берег». У аппарата, да. Да, я по-прежнему знаю Цицукевича. Хорошо, пусть идет после грязи сразу в бассейн. Но передайте, что мы этот уже третий бассейн включим ему в счет в полных литрах его объема. Что вы так напряглись? Лев Давидович, из-за того, что цифры арабские? Нет, из-за того, что их гигантское количество. Поверьте, там нет ничего лишнего. Ой, не морочьте голову, следите за моим пальцем. А ну? Я тыкаю в любой пункт. Оп, иглоукалывание. Это что? Это те самые комары, которые кусали меня каждую ночь? Ну, что вы говорите, Лев Давидович? У нас серьезное предприятие. Неужели вы, когда садились в кресло вашего номера, не почувствовали гвоздики? Я не садился в кресло своего номера, потому что у меня все тот же артрит. Ну, хорошо, давайте вычеркните артрит, пожалуйста. Ну, какая счастливая новость. Если уж на то пошло, я еще не купался в бассейне. Ну, нет, нет, тут, дорогой человек, вы не правы. Потому что, спасибо Цицукевичу, в бассейне мы давно установили камеры видеонаблюдения. О, Фимочка, здравствуйте! Здравствуйте, Семен Лазаревич, в вашем санатории звучит урожай же. Семен Лазаревич, надеюсь, вы не хотите, на кого попало, отвлечься от нашей проблемы. Семен Лазаревич, вы пока постойте тихонько в сторонке, мне нужно пообщаться с пока еще довольным клиентом. Семен Лазаревич, вы таки решили к нам вернуться? Семен Лазаревич, я вас умоляю, это решила не я, а мои дети, которые мечтают от меня избавиться. Знаете, я стою, стою в сторонке, но чем дольше я стою, я нахожу все больше лишнего. Конечно, но только смотрите внимательнее. И не переживайте так, чтобы у вас на нервной почве снова не открылась язва. Какая язва? Я говорю, читайте внимательнее. Семен Лазаревич, а почему так много чемоданов? Вы что, к нам навсегда? Семен Лазаревич, у меня нет столько здоровья, чтобы остаться здесь так надолго. Лев Давидович, вы не хотите помочь мне с чемоданами? Ну, я бы помог вам с чемоданами, но они где-то там внизу, а у меня до сих пор артрит. Все понятно, в этом санатории ничего не меняется, раз уж вы возите свой артрит туда-сюда уже который год. Лев Давидович, ну вы могли бы хотя бы похвастаться, что у вас нет гастрита? Я бы с удовольствием этим похвастался, если бы мое лечение вдруг волшебным образом стало быть бесплатным. А то, кстати, на случай я буду хвалить только отрицательные стороны. Вот, вот, Ёсенька, то самое место, где тебя за твои же деньги будут убеждать, что ты здоров. Тима, наконец-то вы в этом году решили приехать с ребенком и не будете делать вид, что его тут не было. Семен Лазаревич, в этот раз вы видеть его тоже не будете, но слышать будете замечательно. Мальчику нужно заниматься, по нему уже плачет Корнеги Холл. Ёсенька, почему я до сих пор не слышу звуков своей обеспеченной старости? Фимочка, я надеюсь, Ёсик будет не круглосуточно стремиться в Корнеги Холл? Конечно же. В занятиях Ёсика, безусловно, будут перерывы. И в те, я надеюсь, очень частые моменты, когда его мама будет на бесплатных процедурах. Музыка, она же должна приносить пользу. Извиняюсь. Музыка, директор санатория Ковчег у аппарата. Да, к сожалению, я знаю Цюкевича. Да, он может пойти после бассейна на электрофорез. Только скажите, чтобы он приходил сухим, иначе он опять обесточит все побережье. Семен Лазаревич, в целях повышения своих знаний. Почему каждый раз вы меняете название своего санатория? Потому что в 85-м году, после смерти члена политбюро, наш санаторий закрыли. А какой именно, я не помню. На счете написано возрождение. Лев Давидович, вас лечили в лучшем санатории. Фимочка, скажите, пожалуйста, если же ваш так мальчик неутомим в своем стремлении в Корнеги Холл, может он будет играть в столовой, чтобы посетители меньше ели? Конечно, Семен Лазаревич, но тогда уже при отъезде я предъявлю вам счет. Ай, попрошу без паники, этот Цюкевич так и пришел мокрым на электрофорез. Лев Давидович, Лев Давидович, Фима. Я здесь, я же еще только приехала. Ну, Лев Давидович, а вы что, не будете его догонять? Ой, Фимочка, мы же поэтому и не лечим его артрит, чтобы он далеко не убегал, он каждый год это делает. А вы когда планируете уезжать, скажите, я запишусь. Я планирую уезжать, когда в следующий раз Цюкевич пойдет после бассейна на электрофорез. У меня-то артрита нет. Хорошо, тогда идемте, я покажу вам ваш номер, кстати, со встроенным иглоукалыванием. Лев Давидович, начинай играть, начинай выводить наш отдых в полюс. Господи, это не музыка, это мёд. Обязательно посетите на кресле, это очень увлекательно. Нече на весы пенять, коль вечером жрал. Вячеслав Владимирович! Да, да, что такое? Вячеслав Владимирович, беда. Ну как, что, что случилось? Наш сторож выпил весь ботокс. Да так гоните этого сторожа, гоните его. Не могу. Почему? Он такой красивый. Илана, Илана, идите работайте. К вам там Александр Анатольевич с супругой. Ну как, зовите его, это ж наш постоянный клиент. Зовите его. Александр Анатольевич, заходите. Ну как замечательно, ну прижилось, ну всё прижилось, ну даже ушки, ну всё-всё прижилось, всё. Ну, Александр Анатольевич, что на этот раз? Грудь, губы, скулы, может быть голова? У меня возврат. В чём дело, Александр Анатольевич, что случилось? Скажите мне, что не так? Ну, может быть слишком мягко, может быть слишком твёрдо, слишком упруго, слишком далеко, слишком близко, может быть слишком высоко, слишком низко, может быть слишком-слишком. Нет, с этим порядок. А что тогда? Это не моя жена. Всё верно, потому что девиз нашей фирмы, вы не узнаете свою жену. Нет, вы меня не поняли. У меня была Ксюша, это какая-то Юля. А почему же вы сразу-то ничего не сказали? Я сам об этом узнал через две недели, когда она отошла и стала разговаривать. А вы почему молчали, девушка? Ну, как я скажу? Как я скажу, у него же Мэрс. Не переживайте, Александр Анатольевич, найдём. Скажите, пожалуйста, вы помните, как звали вашего мужа? Да, Мусик. Да. Хорошо, а отчество? Купи. Не понял. Мусик купи. Ну, я его так называла, он отзывался и покупал всё. Ну, что характерно, жена пропала, эсэмэски из банка о покупках приходят. То есть она где-то ходит и покупает. Александр, у вас есть её телефон, ну так позвоните ей и всё. Я не успеваю прорваться между эсэмэсками о покупках. Александр Анатольевич, не переживайте, не переживайте. Помните, когда тоже случай такой был. Она у нас после операции вышла, за шифонер зацепилась и лопнула по комнате, летала, летала и под шифонер залетела. Так мы её нашли, достали, заклеили, накачали и была как новенькая. Что вы делаете? Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, уважаемая, а у вас есть номер вашего мужа? Конечно, есть. Так, ну позвоните ему, скажите, что вы здесь, пусть приедет, вас заберёт. А что, не можете найти? Кого? Что вы делаете? Фотки лайкаю. Слушай, мне вот пишут, пора ехать. Давайте тогда действительно это возьму, тем более я смотрю, такая же дура, как и моя. Александр Анатольевич, да вы не переживайте, ну можно же по фотографиям в её телефоне понять, откуда вот это. Извините, можно ваш телефончик? Сейчас, сейчас найдём. Открываем самую популярную социальную сеть, смотрите, и смотрим. Смотрим. Так, еда, попа, грудь, еда, попа, грудь, грудь, попа, еда, еда, попа, грудь, еда, попа, грудь, грудь, попа, еда, церковь. Еда, попа, грудь, еда, попа, грудь, попа, 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 попа. Да, попа. не найдем мы так ее давайте лучше с вами поговорим александр анатольевич вы помните в чем была ваша жена до или после операции до так до операции она была в нищете ну это у всех у них больше информации нужно может какая-то отличительная черта там родинка или шрам у нее доктор увидели и чаще чем я вспоминайте сами но может быть у вас фотографии вашей супруги есть у есть ну так отлично давайте можно по фотографии просто вот это и лицо вашей жены сделаем такое именно у нее на каждой фотографии новое лицо а исходник я не успел сфотографировать александр анатольевич навсегда фотографировать исходник вы же знаете вы черт и калач но исходник нужен вячеслав владимирович я слышала вы девушку какую-то потеряли теряли у меня на складе есть две свободные заводите девочки заходите александр анатольевич проблема я сейчас не могу понять где-то с которой вы пришли скажите у вас есть такая четвертая а зачем зима на носу хочу летний комплект на зимний поменять вам накачать давление двоечку ну так сделаем сделаем александр анатольевич сделаем в операционную девочки в операционную в россии про футбол уже даже фильмы не получаются добрый вечер дамы и господа мы продолжаем игру что где когда и сегодня против телезрителей играет сборная россии по футболу у которой сегодня неплохие шансы на победу так как все ответы на вопросы знатокам сказали еще до эфира итак третий раунд счет 2-0 в пользу телезрителей так правильно вы нам вопросы задаете не в том порядке как мы готовились и так черный ящик внимание вопрос в черном ящике то без чего наша сборная не может играть футбол время ребята я знаю мы футболисты мы не можем играть без мяча в черном ящике мяч господин ведущий мы готовы в черном ящике мяч а сейчас внимание правильный ответ в черном ящике 4 миллиарда евро еще становится 3-0 в пользу телезрителей господин смолов да господин ведущий скажите кем вы хотели стать в детстве футболистом ну что же хочется пожелать вам чтобы ваша мечта сбылась вопрос задает пенсионерка валентина федоровна горбушкина внимание на экран уважаемые знатоки это такое даю подсказку я ем это каждый день время что можно есть каждый день это черная икра у меня бабушка каждый день есть черную икру у нее зубов нет она ее деснами давить ей нифига это наполнитель для кошачьих лотков может это гречка гречка это космонавт космонавт это гагарин гагарин это муж полины гагариной на крайняк отец что делать все подходит выбрать надо и так ваш ответ мы считаем что это отец полины гагариной а вас не смущает что он в тарелке и гранулами нет мы сборная россии по футболу нас ничего не смущает и так правильный ответ зная ваши способности вы наверняка ответили что это отец полины гагариной еще становится 40 в пользу телезрителей я тебе говорю что это космонавт космонавт это гагарин гагарина то муж полин гагарин господин кокорин да господин ведущий скажите кто ваш кумир рональдо рональдо а хотели бы вы получать столько же сколько он нет конечно зачем мне получать меньше а у нас супер блиц за столом должен остаться один игрок я можно мы все останемся мы мешать не будем мы с ней на поле хорошо сидите кто будет отвечать давайте я попробую итак господин мамаев внимание вопрос он говорил о ней что она подобно им о ком идет речь время давайте не я не не давай ты хочу я то так то еще то чего хитренький такие давай отвечай остановите игру а вывести носилки на поле что ты делаешь что это здесь не проканает поберегите чемпионата я такой чемпионат по футболу по какому футболу когда в июне вы чё я не могу в июне я перегоняю яхту из дохаба такой интересный нам тоже неудобно у нас сафари на слона заказано в июне итак господин мамаев ваш ответ господин ведущий можно мы уйдем вы хотите уйти тренироваться нет мы уйдем что разобраться что за фигня мы не можем в июне и счет становится 5-0 в пользу телезрителей ребята ребята 5-0 ситуация знакомая все в порядке давайте просто соберемся куда соберемся давайте в монако соберемся как обычно в монако мы еще проигрыш что никогда не отмечали на столе вопрос на 6 очков если вы ответите правильно вы победите будьте внимательны вопрос про футбол наша тема ребят у васи три мяча у пети 2 сколько мечей у васи и пети время чего не напоследок самое сложное оставляю мне кажется я знаю ответ мужики господин ведущий досрочный ответ у васи и пети три и два мяча вы знаете я в затруднительном положении я должен обратиться охранителю традиции господину кусельникову а да господин ведущий что вы скажете господин кусельников господин ведущий если мы засчитаем им этот ответ они больше никогда не будут приходить к нам в клуб больше не будут ответ засчитан еще становится 6 5 пользу на таком и нам остается только всем залом пожелать нашим футболистам удачи на чемпионате и мы надеемся увидеть такой же счет финальном матче чемпионата мира между германией и бразилии певец тимати использует брата близнеца как черновик для татуировок это тату салон да бабушка тату салон хорошо мне нужно одну татуировку набить нет свести нет приподнять простите не понял чё ты не понял я тебе говорю ленина надо приподнять бабушка ленина приподнять это вам в госдуму там они решают я не про того ленина который лежит я про того который на мне на колот давай более понимаю где у вас ленин ниже чем хотелось бы на спине нет ни на спине на руке нет ни на руке на ноге нет ни на ноге но у меня больше нет вариантов у меня сейчас тоже больше нет этих вариантов раньше они были так вот на одном из этих вариантов был наколот ленин чё ты такой тупой то объясняю у меня был наколот ленин сталин хрущев все было логично сейчас все перемешалось сейчас там все в кучу вы бы более просто покажите где у вас ленин показать да а у тебя дети есть двое не могу их сиротами оставить тебя подготовить надо не выдержишь ты это чё у тебя стул такой что ли я тогда это сяду что ли я не понимаю мне тогда нового ленина набей только набивай мне с широкого лицом со временем она до нормы вытянется я по моему понял вам не сюда надо а в клинику пластической хирургии я была в клинике пластической хирургии мне там только на 10 сантиметров приподняли а мне надо выше и с запасом хотя бы на метр давайте вам проще новую набьем хотите например череп череп чей череп ленина сталина чей череп то уточняй чё ты просто череп или какой-то нужен конкретный череп в идеале мне нужен череп нашего председателя жека чем хотелось бы не виде наколки сможешь организовать ты шуток не понимаешь давай показывать что у тебя там есть давай новую дракон дракон есть на спине бабочка бабочка есть на бедре маха он бубновый туз бубновый туз на попе вся колода костер кастет есть и татухой в кармане могу жахнуть и лепрекон лепрекон какой-то осенью у меня есть ну-ка дай сюда так это у меня есть это есть это есть это есть это у тебя прошлогодний каталог это у меня все есть уже есть у тебя новый каталог какой нибудь хотите бабушка мы набьем меч меч нет набей мне лучше мяч а лучше напей знаешь что футболиста известного хочу рональдо нет неизвестного я хочу футболиста месси да и какого месси я говорю такого чтоб на весь мир прогремел вспомнила набей мне кокорина с бухлом я бабушка не знаю как выглядит кокорин так никто не знает как выглядит кокорин просто набей любого человека подпиши кокорин и стрелочку на него вот она голубушка где а я тебя в твоем батутном парке я шел я была в батутном парке да не было тебя там я несколько раз заходил было я было батутном парке когда ты заходил я в прыжке было в верхней точке я подолгу в ней зависаю чё тебе надо переживаю за тебя чё-то ты не переживал когда меня грузин на машине увёз это скорая была это был грузин грузина скорой дура милок чё ей от тебя надо она просит ленина поднять а я не знаю как так ты это броневичок ей накали ленин сам к нему подымется я щас слезу со стула чего это ты ты тут осторожнее да соблазняешь меня я тебя не хочу это стул такой дурак на хороший у меня стул может мне что-нибудь сделаем раз уж я пришел давай тебе тогда сделаем пирсинг давайте сделаем давай отчего это губу проколем и туда кольцо вставим зачем это челюсть будем пристёгивать чтобы ты не терял да я ее не теряю она у меня в кармане прибрана лежит платочки действительно дедушка раз пришли давайте вам просто набьем что-нибудь о точно ты мне вот тут наколку сделай пин-код от карты накали шестой месяц пенсию снять не могу все иди я щас ленина буду показать надоело нет я сначала уйду боюсь второй раз боюсь сердце этого не выдержит значит все давай набей мне меч только знаешь что не меч набей а покороче кинжал он со временем до меча вытянется и знаешь что чуть левее набивай а тон года через три может ленину бошку проткнуть бабушки которые зимой плохо себя вели получают внуков на все лето мам привет о юленька моя моя юлечка здравствуй моя юлечка здравствуй муж юли мам мы тебе на все каникулы ромку привезли ой ромочка мой любименький ромочка это хорошо я хоть его откормлю а то он у вас дохлый наверно обижают все его никто уже него не обижает мы его спорта отдали ой 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 вы его в какой спорт отдали надувание людей на время прыжки в улей вы чего парню 10 лет почему у него грудь то выросла мам мы его в тяжелую атлетику отдали он 300 килограмм жмет чего он то он у вас 300 килограмм зажал тушенки гречи чего ой он наверняка у вас еще и тупой сейчас он не тупой он четвертый класс с одними пятерками перешел а что только в четвертый он мог бы и в десятый перейти и замучем стать пойму чё скажет я все поняла вы просто хотели деньги за второго ребенка получить вам лень стала и вы решили этого в два раза больше сделать молодежь наконец-то приехали а где рома а вот он полюбуйся нет вот он рома да как же это так-то в нем чо хлопушки бахнули или вы прямо в нем брагу ставите это все ваш интернет поганый а что с интернетом говорил надо было выделенку ему поставить пялился бы в компьютер был бы додиком а сейчас вон чо дальше то что тюрьма все дед ладно хватит разговаривать иди лучше в магазин хлеба купи сколько ну видимо весь ой бабушка-то тазик блинов напекла думала на неделю хватит а сейчас гляжу только минут на десять ром ты не слушай бабушку иди садись кушай давай иди давай кушай надо будет когда блины кончатся успеть от него тазик отдернуть зачем тазик на блин похож он его сожрать может мам рома кушает мало он тем более на сушке господи он еще и на сушке страшно представить что будет когда он у вас размокнет ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй я его где положу то я положу то его где разве что в клубе или в поле надолго вы его ко мне ну думали на неделю не 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 завтра забирайте у меня через неделю вся скотина закончится он ее слопает а через месяц у всей деревни ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй чё он у меня делать то хоть будет а скотом твоим гулять будет он у тебя вон прям в доме гадит а с ним будет на улице с ним он будет гадить везде везде где его увидит ой-ёй ну пусть поможет например корову вам доить не надо мне помогать корову доить если он мне помогать корову доить будет у меня коровы не будет он ее внизу сожмет она вверху лопнет на всю деревню молоко разлетится ой чё он будет делать у меня пусть идет с ребятками с местными погуляет пусть погуляет я родителей предупрежу чтоб покрестили кого не успели по что он с ними поиграет то но спрятки например какие прятки нельзя спрятать деревне человека который больше деревни предки ром давай иди переоденься в домашние а у меня и для него из домашнего только штора иди давай рома штору завернися а я пойду пока костер под ванной разожгу борща ему наварю он что-то пьет у вас там чем там пьет у вас это чё такое белковый коктейль что белковый коктейль ой господи он его через белок давит что ли его сейчас еще и в лес выпускать нельзя это всех белок там по выжимает а потом чё он за бобров возьмется а дальше что медвежий смузи это же экологическая катастрофа боженьки же ты мой это же все тамара василина конец это коктейль для роста мыс он чё у вас еще и растет что ли ну-ка выйди из сбы я не хочу чтоб у меня избушку разорвало знаете чё не переживайте дед придет из магазина он его кувалдой убьет что такое говоришь это рома внук твой я что не вижу что ли какой рома этот человек взял вашу семью в заложники чтобы всех вас сожрать дайте мне записку я передам участковому тамара василина мы просто отдали мальчика в секцию а я тогда пенсию вам свою отдам отнесите в эту же секцию пусть они мне также увеличат секция что купил хлеба да не там всего булок 40 осталось чё толку то пусть он сразу в поле идет пусть сразу пшеницу жрет нельзя если ему понравится он будет каждый год приезжать и посевы жрать ладно все пускай остается я решила поедем с ним завтра в соседнюю деревню на тракторе надо будет баню починить украсть я ему баню покажу в кузов закинет хотят чё трактор гонять сразу сюда докинешь баню тут всего 60 километров пойдем халк я тебя зеленкой раскрашу пользу будешь приносить собес пойдем айдав в переводе с таджикского ремонт означает вечность добрый вечер уважаемые телезрители в эфире программа квартирный ремонт сегодня мы находимся с вами в исправительно трудовой колонии номер 8 города ивделя серый селезень с нами вместе начальник трудовой колонии александр анатольевич иванов здравствуйте александр анатольевич мы провели ремонт в одной из комнат этого учреждения хозяева комнаты три недели отсутствовали по нашей просьбе они все три недели провели в карцере и сейчас они впервые увидят свою обновленную комнату все это сделано в рамках федеральной программы в тюрьме как дома и так встречаем наших жильцов это чё наша хата это чё такое чё за беспредел в натуре е-мое так чё забыли что надо говорить как здорово это восхитительно я когда в тюрьму садился о таком даже и не мечтал в натуре е-мое даже выходить не хочется и не надо выходить как говорится сидите и сидите потому что мы оформили ваши гнездышко в красивых розовых тонах также мы убрали большой ужасный стол который портил интерьер и заменили его маленькой дизайнерской экибаной также мы убрали четыре ужасных тубаретки и заменили маленькими разноцветными стульчиками которые создают настроение вы можете сесть и попробовать серии нюхаем цветок хочется спросить александр анатольевич ну как настроение улучшилось настроение огонь сидел бы и сидел с этим прекрасным настроением переходим вот в этот угол в этом углу вы можете заметить мы смонтировали раковину раковина смонтирована на уровне пола это сделано в древнегреческом стиле это очень удобно можно мыть руки а потом сразу и ноги вы можете попробовать начальник я не буду пробовать ты будешь пробовать нас показывают нас еще и показывают здесь показывают в катцере не показывают ну что удобно крайне удобно вы тоже можете попробовать не-не-не-не-не так что я отсюда видно что удобно человеку пробовать ты чё ну тогда вытирайте руки полотенцем полотенце у вас лежало перед входом в камеру мы его отстирали и повесили сюда ну что же раз уж речь зашла о гигиене посмотрите что мы сделали с вашим санузлом вы называли его параша там действительно все было плохо и мы оформили его в русском народном стиле и украсили жар птицами и петушками мы подумали что в таком окружении вам находиться будет гораздо приятнее и уютнее так это чё получается мне сейчас 7 лет терпеть что ли зачем терпеть заходите и попробуйте прямо сейчас я да давай давай я руки мыл я не особо желаю бегом зашел да 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 заходите ну как уютно наиуютнейшее место вы наверное хотите спросить а где ваше старое ведро где наше старое ведро которое раньше здесь стояло мы превратили в красивую люстру в стиле лофт оно прямо над вами и теперь это не рассеянный свет а теплый сконцентрированный пучок еще и теплый дерните за веревочку а 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 и и нет empieza а не а 갑 обнаружили в углу вашей комнаты огромную дыру, которая вела аж за стену тюрьмы. Конечно же, мы подумали, сразу же подумали, что это недоработка строителей тюрьмы. И залили эту дыру стеклобетоном. Потому что вам из нее наверняка дуло. Также этим составом мы обработали все стены вашей комнаты, чтобы больше никаких сквозняков. Зачем нам простужены заключенные, правда, Александр Анатольевич? Да. Начальника можно выйти. Я вроде как все... Из санузла, да, из тюрьмы, нет. Это шутка от нашей программы. Смешно! Вы хотите, конечно же, выходите. Вы, наверное, хотите спросить, а где же ваши кровати? На туре, начальника, а где шконки? Мы убрали отжившие свой век верхние ярусы и сделали одну большую кровать на колесиках. Это очень удобно. Она прячется в нише стены. Когда она не нужна, вы можете убирать ее обратно в нишу. Ну, например, когда вы танцуете, или принимаете гостей, или занимаетесь йогой. Или, как говорит Александр Анатольевич, когда у вас идет шмон. Кровать очень удобная и крепкая, а на ней можно спать вдвоем. Пожалуйста, попробуйте. Не, начальник, это... Это реально беспредел. Мы не ляжем. Мы тупо не влезем. Вы можете лечь боком. Специальные ортопедические матрасы позволяют спать боком всю ночь. Прошу. Нет. В натуре пусть меняют, шканарь. Если начнем менять кровати, жильцы будут отдыхать в карцере еще 30 суток. Ложимся. Вы, наверное, расстроились, что вам не хватило места. Нет. Ничего страшного, ложитесь втроем. Кровать выдержит троих. Лег. Хочется спросить, жильцов, ну как, удобно? Да, крайне удобно, прям. Потому что это специальный ортопедический матрас принимает форму тела. Ой, я не понял, это что там такое? Это матрас принимает форму тела. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу передачу. И хочется подарить счастливым жильцам вот этот небольшой сувенир. Это набор разноцветных ёршиков для мытья посуды в труднодоступных местах. Пожалуйста. А в следующей нашей программе мы сделаем ремонт в следственном изоляторе города Ишима, где проживает 800 жильцов. Я расскажу секрет, мы применим новшество. Это джакузи и кровать в форме сердца. До новых встреч, пока. Машем! Ребёнок, родившийся у еврейки, уже автоматически ей должен. Не, ну господи, нет сил больше это терпеть. Сим, а что ваш Йосик пытается так натужно выдавить из этой скрипки? Семен Лазаревич, если вы не умерите пыл вашего сарказма, вы пересушите мне всё бельё. Йосик играет осень Вивальди. Ну, конечно, осень. А я думаю, почему у меня вянут уши? Семен, кто у вас такой умер, что вы включили эту сирену? А что вы не видите? Это второй раз умирает Вивальди в руках юного дарования. Что, может, партейку шахмата я не знаю? Ну, естественно. А зачем бы я шёл против этой какафонии? Кстати, Семен. Что? Что вы сегодня фантазируете себе? Кто выиграет, вы или сильнейший? Вы знаете, Лёня, сдаётся мне, что под эти звуки впервые в истории шахмата мы проиграем оба. Семен Лазаревич, если вы будете говорить так плохо о моём ребёнке, он сыграет там на ваших похоронах. Сима, да я же ради бога поприсутствовать, если это будет бесплатно. Только умоляю, положите меня в последний ряд. Лёня, а вы не знаете, случайно в нашем доме нет немцев? Откуда бы такая радость, конечно, нет. Тогда кому умстит этот мальчик? Ёсик, дорогой мой, давай я тебе дам 100 рублей, чтобы оплатить твой хотя бы получасовой отдых. Давай, короче. Ёсенька, никого не слушай. Поднимем до 300. Вот, Сима, для кого он играет? Вы его слушаете, Лёня? Конечно же давно нет, я же занял голову шахматами. Так и я не слушаю. Так, послушайте оба суда. Моисея тоже никто не слушал, и посмотрите, что в результате получилось. Ай-яй-яй, женщина. Что вы себе там планируете, чтобы мы терпели это 40 лет? И да, Симочка, а что, вас устраивает, что получилось? Боже, люди, зовите скорее сюда мистера Гиннесса. Пусть бежит со своей книгой, ему есть что записать. У нас тут первая в мире довольная еврейка. Здравствуйте, пожалуйста, а вот и полиция. Предъявлять ничего не нужно, я вам сам сейчас всё предъявлю. Что тут у вас происходит? Люди из соседних кварталов жалуются на ужасные звуки. О, Ёсенька, в городе о тебе уже заговорили. Играй громче. А что происходит, товарищ капитан? А вы не видите? Тут происходит звуковой геноцид и без того нашего многострадального народа. И какое такое, извините, случилось с цунами, что столь занятой господин пришёл к нам прямиком из внутренних органов? Да дело в том, господа, что вчера какие-то злоумышленники украли такие пианино из соседнего дома. Вот у такого же точно мальчика. Да вы что? Да? Ай, Семен, в этой жизни везёт только соседям. Это точно. Товарищ капитан, а могу я вас попросить? Конечно можете, смотря в чём суть вопроса. Вот не могли бы вы, если вдруг их найдёте, передать им, что в нашем дворе есть неплохой вариант по скрипочке? Все непременно передам, если не сойду с ума раньше. Спасибо, что зашли. Да ничего страшного, я пошёл в отделение, мне нужно там отделать кое-кого. Скажите, женщина Сима, а почему ваш мальчик не играет в доме? В доме Ёсику душно. А вне дома Ёсика слышно. Сима, ну что вы, что вы как не человек, давайте достигнем какого-то консенсуса. Может я аккуратно, без повреждений, надену на вашего мальчика коробку из-под холодильника? Семен Лазаревич, мне кажется, или вы попутали все возможные берега? Да шо вы, я же говорю, пусть ребёнок играет в тенёчке. Да бог с ним, с ребёнком, вы шо купили холодильник? А шо в этом такого? С каких это пор вы ставили готовить больше, чем съедаете? Ладно, Ёсенька, Ёсенька, ступай в дом, ступай в дом. Пускай те невежды проведут остаток дня без музыки. Боже, спасибо за наказание. Вот это справедливость, да ведь, Лёня? Сарочка, доченька, выходи играть, сцена свободна. Вот это музыка, Лёня, я вам советую. Семен Лазаревич, а какого композитора Сарочка пытается перевернуть в гробу на этот раз? Ой, Ёсенька, я вас умоляю, ваш Ёсеньк ещё будет на коленях ползать вокруг моей Сарочки, чтобы она ему подыграла. Ай, я не могу это слушать, Ёса, вернись! Так я вспомнил, в нашем доме таки есть немцы. А шо вы молчали, зови их сюда! Окончен товарищеский матч Россия-Монголия. Мы поздравляем сборную Монголии. Это первый матч в истории монгольской сборной и сразу победа. Сборной Монголии за это помещали бутсы и экскурсию по метро. Ну и чё, поздравляю. Уже Монголии проиграли. А в июне чемпионат мира. Чё будем делать? Мужики, я придумал. Я знаю, чё надо делать. Что? Тренироваться больше? Или, может, играть лучше? Сваливать надо до начала чемпионата и всё. Куда? Надо сваливать туда, где нет футбола. Мы уже здесь. Это Россия. Слушайте, ну давайте тогда скажем, что тренер нас сексуально домогается. Это сейчас модно. Ага. Его на руках носить будут и кричать, так им и надо. А может, допинг съедим? Да чё толку? Пять лет уже едим. Всё равно анализы не показывают. Там ведь проблема. Оказалось, что алкоголь нейтрализует допинг. Чё, сейчас не пить, что ли? Да ну хорош, это вообще не вариант. Слушайте, а если мы вообще играть не будем, что будет? В смысле, откажемся, что ли? Ну? Нам засчитают подожжение 3-0. Так это ещё нормальный вариант для нас, а? Если мы будем играть, мы же и 10-0 можем пролететь. Ребята, всё в порядке. Не переживайте, я знаю, как вам выиграть на чемпионате мира. Вот, держите, вот. Это что такое? Это хоккейная форма. Мама, люди в ней Олимпиаду выиграли. И нам поможет. Разбирайте. Ты теперь Датсюк. Ты теперь Ковальчук. На, ты. А я кто? А ты потом узнаешь. Иди. Давай, 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 давай. Переднимайтесь, переднимайтесь. Это тренер. Чё? А чё, где моя-то форма-то? Твоя форма в хоккейной раздевалке осталась. Там свет включили, и охранник зашёл. Я когда бежал, я это, я схватил это, знаешь, чё? Камень чемпионский от кёрлинга. Держи. Твой будет. Ух ты. А зачем он мне? Опа. Это будет талисман нашей сборной. Он такой же неподвижный и такой же дорогой. Понятно. Опа. О, никогда с ним не расставайся. Всегда с собой носи, даже на поле. Я тебе цепочку потом подарю, повесим. Знаешь, чё? Чтобы выиграть, слышите все, чтобы выиграть на чемпионате, мы должны ничего не бояться. Вот ты чё боишься? Что вы домогаться будете. Это не так страшно. Мы должны никого не бояться. Вот ты кого боишься? Дзюбу. Дзюба в нашей команде. Я этого и боюсь. Боже. Мы должны никого не бояться. Даже Дзюбу. Вот так. Ну чё вы там, готовы, нет? Алё. Выходите. Ого. Ну вот. Ну вот. Ну прям глаз радуется. Ну вот это другое дело. Победа у нас в кармане практически. А где ещё один? Выходи. Тренер, я тут формулу сравнил. На мне точно чемпионский костюм. Это самый чемпионский костюм. Это костюм олимпийской чемпионки по фигурному катанию. Алины Загитовой. Самый чемпионский костюм. Это наше секретное оружие. Мы выпустим тебя в самый неожиданный момент. И когда наступит этот неожиданный момент? Этот момент наступит тогда, когда мы тебя выпустим. Понял? Ну вот, готовы? Нормально? Отлично? Зачем мне лыжи? Привяжешь к конькам, чтобы по мячу не промахивался. Ну вот, орлы. Орлы, я говорил, что нашу сборную будут бояться. Страшно вам? Самому страшно? Вам страшно? Нам страшно. Нам страшно. Мы победим. Мы должны выиграть. Мы должны победить в футболе. Нам форма поможет. Мужики. Чё надо? Это не вы у нас форму украли. Чё началось-то? Мы пьяницы дебоширы, но мы не воры. Вот же капризов. Это моя форма. Я не знаю, мы читать не умеем. У меня на трусах написано «Кальвин Клейн». Так чё, теперь Кальвин Клейн придёт, у меня будет трусы отбирать, что ли? Чё, тебе жалко, что ли, а? Вы в этой форме победили. Дайте нам не победить. Она же типа победная. Ребят, ну не в форме дело. У вас, в отличие от нас, будет всё. Гимн, герб, флаг. Осталось всего чуть-чуть. Научиться играть в футбол. Давайте, ребята, вся Россия в вас верит. Чё он сказал? Да я сам не понял, но это форму вроде не отбирает. Значит, это есть шанс победить. Конечно, есть шанс. Всё, бар отмечать. Победим. У меня колба от Сальяна новая есть. Пойдём отмечать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова